Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 56 выпуск программы Гербы городов России. Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Очинск. Город расположен на отрогах хребта Арга Кузнецкого Алатау, на правом берегу Р.Чулам, притока Би, при впадении в нее речи Кочинка и Татметка. Он основан в 1642 году как очинский острог тарским воеводой Тугачевским. Первоначальный острог был поставлен на Р.Юз, а после пожара 1682 год перенесен на нынешнее место, как оказалось, более удобное и довольно быстро растущее. В 1770 году, когда в Очинске побывал известный путешественник Палас, это было уже село, состоящее из 100 дворов. Правда, оно находилось на значительном расстоянии от ближайших крупных городов. Так, чтобы добраться до Красноярска, нужно было преодолеть путь в 162 километрах. Далеко было и до Томска в соседней губернии, куда можно было попасть речным путем вниз по Чулому, затем вверх по Оби и далее по Томме. В 1782 году Очинск становится уездным городом Енисейской губернии, правда ненадолго. Уже через пять лет статус уездного города был упразднен, а с 1822 года Очинск значится как окружной город. В 1860 году в нем проживало 2500 жителей, из них купцов – 96, ремесленников – 95. В городе было, домов, 453, многие дома возводили мастера-умельцы, украшая облик города, лавок торговых, 47, заводов кирпичных, 4, в округе, 12, а также ратуша, сиротский и совестный суд, училище. Три церкви действовало в городе и 26 в округе. Очинский округ населяли раскольники, католики, протестанты, иудеи, магометане. Наравне с православными они занимались сельским хозяйством, торговлей, работали на бумажном, салатопенном, мыловаренном, кожевенном и гончарных заводах. Через Очинск проходил сцельно-каторжный путь. Поэтому здесь были устроены тюрьма и этапный лазарет. Отсюда осругденных отправляли на места поселения или в каторжные работы. В Очинске строили суда для сплава по Чулому. На пристани летом шла оживленная работа, принимались или отправлялись различные грузы. Через реку был устроен перевоз, просуществовавший до постройки Сибирской магистрали, когда был возведен железнодорожный мост. Вокруг Очинска в XIX веке простирались березовые пихтовые леса, переходящие в горную сосновую тайгу. Местом для поселения избирались речные долины. Были в округе также и болота, и безлесные степные местности, простиравшиеся от слияния обоих юсов до могучего Енисея. В середине XIX века на притоках Черного Иса были открыты золотые россыпи, Очинск захватила золотая лихорадка. Промыслы затем распространились и в других местах. И хотя залежи оказались несколько беднее, чем в соседнем Мариинском округе, но зато – обширнее. Очинские старатели намыли до 1859 года более 340 пудов золота. Из других полезных ископаемых были открыты железные и медные руды. Одно из самых значительных месторождений медной руды найдено у деревни Копьево и Заюсом. Руды выплавлялись на Изагамском заводе вплоть до 1860 года при слиянии юсов было обнаркино также месторождение соли. Почвы Очинского округа отличались плодородием. Поэтому здесь занимались хлебопашеством, причем земледелие было развито более чем где-либо в Енисейской губернии. В прибрежных долинах было предпочтительным скотоводство и повсеместно – рыбная ловля и звероладство. Революции и гражданскую войну Очинск пережил относительно спокойно. Некоторое оживление в 1930-е г.г. было связано с высылкой сюда раскулаченных крестьян. В современном Очинске развита легкая пищевая промышленность, производится глинозем для Красноярского алюминиевого завода. В 1969 году в городе проживало 85 тысяч человек. Имеется драматический театр и краеведческий музей. Герб города. Щит рассечен лазурью и червленю и обременен серебряным контуром нефтеперерабатывающего завода, сопровождаемого сверху половиной сквозного зубчатого колеса с серебряными цифрами 1683, а снизу стилизованными серебряными крыльями и двумя серебряными же сквозными колоссиями. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.